Привет! В одном из предыдущих роликов я вам рассказывала историю туристки из России по имени Наталья, которая приехала на отдых в Марморис, чтобы встретить свой день рождения, и 17 августа отправилась на корейскую тропу, которая располагается между Марморисом и поселком Турунч. Именно в тот день она пропала, не выходила на связь с родственниками, а когда вскрыли ее номер, обнаружилось, что все ее вещи и документы находятся в комнате. После этого началась масштабная поисковая работа, турецкие спасатели искали женщину более двух недель, и, к глубочайшему сожалению, вчера появилась информация, что обнаружили тело россиянки. Как пишут турецкие СМИ, вначале на крутом склоне горы недалеко от поселка Ичмилер обнаружили развитый телефон, который, как предполагается, принадлежал женщине. Затем в море у подножия скалы было найдено и само тело. Уже сейчас выдвигаются причины произошедшего. Некоторые предполагают, что это несчастный случай и говорят о том, что Наталья, вполне возможно, сорвалась со скалы. Однако это лишь версия, началось следствие, которому также подключилось Генконсульство России в Анталии. Дипломаты сообщают, что находятся в постоянном контакте с родственниками россиянки и турецкими службами. Они окажут необходимое содействие в вопросах оформления документов и репатриации погибшей в Россию. Выражаю свои искренние соболезнования семье погибшей Натальи. На этой неделе также стала известна судьба двух туристок из России, которых задержали в Анталии еще в начале лета. Об этой истории я вам подробно рассказывала в июле. Речь идет о двух женщинах, которые прилетели из России на отдых в Анталию и в аэропорту подрались правоохранительными органами. Как сообщалось, у одной из женщин возникли проблемы с документами при проверке, завязалась потасовка и в итоге женщин задержали. Далее в Турции началось следствие, ввиду чего женщин не выпускали из страны. И вот на этой неделе стало известно, что им наконец-то удалось улететь обратно в Россию. Эту информацию нам сообщают из Генконсульства в Анталии. В развитии ситуации с двумя гражданками России, оказавшимися под подпиской о невыезде в Турции в результате произошедшего в аэропорту Анталии в июне инцидента, сообщаем, что по итогам совместной работы посольства России в Турции, Генконсульства в Анталии и соответствующего адвоката турецкой стороной был снят запрет на выезд указанных гражданок с территории страны. Также в посольстве Анталии посоветовали всем гражданам России, которые собираются отдыхать в Турции, более ответственно планировать свою поездку, а также учитывать все риски. Туристам напоминают, что за границей они попадают под иностранную юрисдикцию и, соответственно, должны придерживаться всех правил и законов, которые распространены на территории страны пребывания. Туристические СМИ также сегодня сообщают о довольно неприятном инциденте, когда туристки, которая собиралась вылетать из России в Турцию, прямо на стойке регистрации аннулировали билет, и она никуда не полетела. Женщина из Архангельска целых два раза не смогла улететь в Турцию. Она приобрела билеты у авиакомпании Southwind, затем авиаперевозчик свернул полетную программу из Архангельска в Анталию, но потом ее все-таки восстановил. Однако женщине не удалось улететь в Турцию и во второй раз. Честно говоря, я в шоке. Узнала обо всем только на стойке регистрации. Когда должна была лететь? Авиакомпания аннуляцию никак не объяснила. Сказали лишь, подавайте заявление на возврат билетов. А у меня в Анталии уже был трансфер заказан, забронирована квартира, ключ лежал под ковриком. Подвела многих людей. То есть получается, что авиакомпания Southwind без объяснения причин аннулировала женщине билет и сорвала ей поездку в Анталию. Туристки пообещали вернуть деньги за билет в течение 10 дней. Однако она сетует на тот факт, что она покупала билет еще весной и оплачивала этот билет с помощью турецкой карты Трой. Ей билет тогда обошелся чуть более чем в 15 тысяч лир. Она говорит о том, что когда сейчас ей будут возвращать деньги, будут, конечно же, это делать по нынешнему курсу лиры, который намного хуже по сравнению с весенними курсами. Юристы, комментируя эту ситуацию, сообщают, что женщина может возместить свои убытки, подав претензию. Если у авиакомпании нет представительства в России, сам перевозчик зарегистрирован в Турции, а обе страны являются участниками Варшавской и Монреальской конвенций, нужно исходить из норм этих конвенций и правил авиакомпаний. В любом случае необходимо обратиться к перевозчику с требованием возврата. Вероятнее всего, возврат будет осуществлен. Если же его не будет в соответствии со сроками, предусмотренными правилами авиакомпании, а также в связи с отказом возникли убытки, то можно направить в авиакомпанию претензию с подтверждающими документами. Специалисты здесь особенно подчеркивают, что если из-за аннуляции билета и последующего недопуска на рейсу у женщины возникли дополнительные расходы, к примеру, ей пришлось купить более дорогой билет, то в таком случае она имеет полное право подавать претензию. Если же авиакомпания Southwind откажется возмещать эти убытки, то тогда уже туристке придется обращаться в суд. И вот здесь возникает проблема. Дело в том, что авиакомпания Southwind зарегистрирована в Турции. Скорее всего, суд, если до него дойдет, состоится именно в этой стране. А это означает, что женщине будет необходимо нанять здесь адвоката, прилететь сюда. Таким образом, получается, что те суммы, которые она затратит на разбирательство в Турции, могут превысить ту сумму, которую она может получить в качестве компенсации. Вот такая вот на самом деле непростая ситуация. В итоге женщине аннулировали билеты аж два раза и сорвалась вся ее поездка в Анталию. Наступил бархатный сезон и эксперты турбизнеса сообщают о том, что в начале сентября в некоторые популярные турецкие отели можно улететь значительно дешевле, нежели это можно было сделать в летний период. Сейчас действительно можно найти спецпредложения, об этом я рассказывала вам и в прошлом ролике. Однако стоит учитывать, что они быстро появляются и быстро исчезают. Поэтому нужно тщательно мониторить цены, если вы хотите поймать выгодный тур. И напоминаю, что делать это можно на сайте Travelat. Там представлен календарь низких цель, с помощью которого вы можете отслеживать наиболее выгодные предложения. И кроме того, там есть варианты от всех туроператоров, что очень даже удобно. Так что, если вы ищите выгодные туры, переходите по ссылке в описании, она у меня всегда есть под роликами, и находите свое лучшее предложение. В каких же отелях можно отдохнуть значительно дешевле в начале сентября? Так, к примеру, это гостиница под названием Belak Beach Resort 5 звезд. Как сообщается, сегодня тур стоит 229 тысяч рублей, что на 15-20 тысяч рублей дешевле, нежели тур в июле. Эксперты подчеркивают, что в сентябре значительно дешевле можно отдохнуть в отелях сегмента премиум. Так, недельные турпакеты в Regnum Carrier Golf & Spa 5 звезд продаются на начало сентября по цене от 521 тысячи рублей. А вот в середине июля такой тур обошелся бы в 614 тысяч рублей. Начало бархатного сезона никак не гарантирует нам того, что абсолютно все турецкие отели начнут делать скидки, а есть даже и такие гостиницы, которые наоборот повысили цены на сентябрь. Это, к примеру, АК Линда Hotel 5 звезд, что располагается в Кимере. Сегодня туры в эту гостиницу продаются за 355 тысяч рублей, хотя в июле стоимость составляла 232 тысячи рублей. Скорее всего, у этого отеля такая ситуация с ценой, потому что у него хорошая загрузка, все стандартные более дешевые номера распроданы, а остались только более дорогие варианты, к примеру, Family Room. Ну а в целом сейчас очень хорошее время, чтобы поймать выгодные туры, ведь начался учебный год, запросы на поездки несколько снижаются, это стандартная практика для Турции. И, соответственно, многие туркомпании, чтобы простимулировать спрос в этот период, выпускают спецпредложения. Совсем недавно на моем канале вышел ролик, где я вам показываю вполне достойный отель уровня 4 звезды, который может затмить по сервису даже некоторые турецкие пятерки. Если вы пропустили этот ролик, можете его посмотреть, прямо сейчас он появится у вас в рекомендациях. Ну а на сегодня все, не прощаюсь, увидимся в следующем видео.